Народные суеверия относительно святых таинств Церкви и объяснения их нелепости По чиноположению церковному, почти вслед за крещением младенца, положен обряд пострижения волос. Известно, что при этом дается восприемнику воск для закатывания в него отрезанных волос новорожденного. Этот воск восприемник должен бросить в купель с водою. Едва только священник совершит крещение и все обряды при нем, как восприемник, немедленно с напряженным вниманием смотрит в купель, нетерпеливо желая узнать, не потонул ли брошенный им воск. Здесь надо заметить, что хотя воск по физическим законам легче воды и никогда не может потонуть в ней, но восприемника может ввести в заблуждение первый момент падения воска, брошенного иногда силою и довольно порядочной высоты. Плохо, если этот самый момент замечен будет восприемниками. Они передают об этом родителям младенца и так как это указывает, по их мнению, на недолгую жизнь ребенка, то родители с этого времени начинают особенно заботиться о нем, лелеять его, смотреть на него, не насмотреться. Еще посмотрю на нашего милого, говорит опечаленного мать, может быть он скоро умрет. Такое неприятное впечатление с трудом и нескоро может изгладиться у родителей. Многие люди верят, что благодатное действие этих таинств не утрачивается до истечения шести недель. И потому думают, что раньше этого срока не нужно более прибегать к означенным таинствам, хотя бы человек сделался опасно больным. Но грешно нам не знать той непреложной истины, что человек не только в сорок дней, но и в один день может много нагрешить. Кто бы чист от скверны, аще един день жития его на земле, говорит священное писание. Есть и такие маловеры, которые страшатся принимать святое причастие по той причине, что не могут снести этого таинства. По их мнению, такой человек до шести недель должен жить настоящим аскетом, избегать почти всякого сношения с семейством. У меня есть дети, батюшка говорит, зараженный предрассудком человек. Есть дела, не вытерпишь, прикрыкнешь на них, прикрикнешь. А потом уже, прошу вас только, исповедуйте меня, а то от причастия увольте, вот не снесу. Да как же, скажешь ему, древние-то христиане, каждый воскресный день готовы были к принятию святых тайн. На это услышишь от них всегдашний обыкновенный ответ, да они, может быть, лучше были нас, а мы люди темные, многогрешные. Многие не сознают важности священного сана и не имеют достаточного уважения к лицам, носящим их. Идет, например, священник по улице в дом своего прихожанина, может быть, для напутствования больного. Встречается ему множество людей, едущих или идущих по улице с каким-либо делом. Но братцы, говорит один из них другому, от испуга заметно меняется в лице, поп идет нам навстречу, будет неудача. Или в том же роде, поп перешел нам дорогу, не будет проку в нашем деле. Руководствуясь таким суеверным помыслом, некоторые к стыду своему, без зазрения совести, не сделав священнику учтивого поклона, как бы сердцем говорят ему, когда он намеревается перейти дорогу. «Погоди, батюшка, я пройду, а потом ты». Священнику, знающему суеверие народное, конечно, понятна цель такого предупреждения. Иные же завиде выздали идущего навстречу священника, с негодованием возвращаются домой. Такова духовная слепота народная. «Почему бы, проходя мимо священника, особенно идущего со святыми дарами для напутствования больного, благоговением не снять шапку и, сделав ему учтивый поклон, хотя бы пред святыми тайнами, на груди его сокрытыми, не принять от него благословение? Тогда и Господь благословил бы через священника их предприятие и увенчал бы успехом». Интересно проследить историю этого нелепого и жалкого во всех отношениях суеверия. История свидетельствует, что равноапостольный Владимир, приняв сам христианскую веру, велел прежде всего крестить своих детей, а затем и всех киевлян. Народ, столь долгое время поглязавший в язычестве, которое, освящая самые гнусные пороки, давало полный разгул всем страстям человеческим, нелегко соглашался на принятие новой веры, правила которой предписывали нравственную чистоту и строгое воздержание. Духовенство доводило до сведения Владимира, что княжеская воля его не всеми исполняется, и многие продолжают оставаться в прежнем заблуждении. Упорство народа вызывало строгий наказ Владимира, чтобы духовенство употребляло все свое старание к обращению заблудших, не пренебрегая в случае нужды и мерами строгими, согласными с духом того времени. По всей вероятности, здесь-то и таится первоначальный зародыш нашего суеверия касательно встречи со священником. Впоследствии это суеверие нашло поддержку и в Расколе. Известно, что никто так и не ненавидел православных священников, как враждовавшие против святой православной церкви Раскольники. Обращаясь среди простого народа, они, естественно, еще более усиливали в нем предубеждения против православного духовенства, и таким образом поддерживали суеверие касательно встречи со священником и монахом. Суеверие гибельное по своему вредному влиянию на истинную нравственность, основанную на вере и сердечной преданности церкви и ее служителям. Между тем, многие, может быть, и не подозревают, что, придерживаясь подобного предрассудка, они подражают мрачному язычеству, которое гораздо более имело право на извинения, чем люди современные, образованные, имеющие счастье давно уже принадлежать к последователям христианской веры. Эти люди не только не оставили столь грубого предрассудка языческой древности, но еще прибавили к нему и другие суеверия. При встрече со священником один отплевывается, другой осыпает встреченного ругательствами, третий бросает булавки, с которыми у наших суеверов вообще соединяется темная мысль о несчастье. Часто приходилось видеть, как некоторые суеверные женщины отказывались дать мужчине на память булавку от того, что можно рассориться, или что кто возьмет на память булавку, с тем случится несчастье. А от чего в этом случае отдается преимущество булавкам? И от чего вообще с булавками у наших суеверов соединяется темная мысль о ссоре и несчастье? На этом можно найти некоторые основания в языческих верованиях наших предков. Из древнейших исторических записей видно, что наши предки-язычники питали особенное уважение к золоту. И когда клялись в чем-нибудь, то клали золото к ногам идолов, перуна и волоса, с заклятием, что если нарушат клятву, то добудут желты, как золото. Так великий князь Святослав, заключая в 971 году договор с Эмитскеем от лица всех русских, говорил в этом договоре, между прочим, следующее, «Если же я или сущие подо мной не сохранят всех правых условий, да имеем клятву от Бога, в коего веруем, от перуна и волоса, Бога скотов, да будем золоти, яка золотосе, и собственным нашим оружием иссечены». Карамзин, наш знаменитый историк, объясняя эти слова, говорит, «В нашем языке золото получило имя свое от желтого цвета. И в переводе нашей Библии слово «златеница» употреблено в смысле «желчень». По бихвы, говорит Господь, раздержением и златеницию на поле желтой болезни. «Да будем желты» то же самое, что «да будем мертвы». Эти выписки показывают, какое страшное значение имело золото по своему желтому цвету в жизни и верованиях наших предков-язычников. Оно напоминало им об ужасных несчастьях, которые ожидали их в случае нарушения или несохранения данных клятв. При таинстве брака. При этом таинстве со стороны священника требуется большая осторожность, чтобы при обручении не уронить перстень кого-либо из них, так как по поверью народному это будет означать, что то лицо, которому принадлежит уроненное кольцо, вскоре после брака умрет. Если же кто-либо сам из врачующихся уронит свой перстень, то священник может избавиться от косых взглядов и неласковых слов и нередко колких упреков со стороны родителей и родных новобрачных. Если же он уронит перстень, то это приписывается уже непосредственно действию промысла Божия, а вступающим брак остается только с покорностью воле Божией ожидать горьких последствий такого нечаянного случая, ими же самими придуманного. Точно такое же значение приписывается наше простонародье, приписывает и тому обстоятельству, если у кого-либо из врачующихся свеча сгорит быстрее. По их мнению, то лицо, у которого свеча более сгорела, умрет скорее того, у которого свеча сгорела менее. В мае месяце избегают совершения браков, так как повенчанные в этом месяце будто бы будут всю жизнь свою маяться, то есть плохо жить. Нелепое и смешное верование, возникшее вследствие простого, совершенно случайного совпадения слов. При таинстве елеосвящения к совершению этого таинства по простонародному соборованию маслом больных, многие вовсе считают ненужным прибегать или прибегают только тогда, когда уже не остается никакой надежды на выздоровление больного, и даже нередко тогда, когда он находится без чувств. Причина этого заключается в суеверном мнении, что соборованный маслом непременно должен вскоре умереть. Если же соборованный больной выздоровеет, то каждый встречающийся с ним должен сделать ему низкий поклон, как полуумершему или почти что выходцу с того света. Другие же, напротив, считают, что всякий непременно должен собороваться, но при этом также верят, что оставленная по окончании соборования кодила или другая какая-либо церковная вещь будет означать, что больной не встанет. Дым от потушенных свечей, выходящих в двери, может означать, что больного будут выносить умершим. Если же, напротив, дым пойдет вверх или к окнам, то больной выздоровеет. С недоверием слушают они внушение священника о том, что таинство Елеосвящения есть одной из благодетельнейших таинств Святой Церкви, которые она, как чадолюбивая мать, установила совершать над больными. Для чего? Для их выздоровления от болезней, не только телесных, но и душевных, то есть от грехов. И что все молитвы этого таинства содержат моления о здравии больного и о прощении грехов. Множество суеверий и предрассудков вошло сегодня в нашу церковную, приходскую жизнь. Удивительно, но факт, для церкви, которая обязана бороться с предрассудками, эти самые предрассудки являются одной из самых серьезных проблем, и связаны они ни с чем иным, как с церковным преданием. Со времен князя Владимира церковь обличает суеверие, пишутся книги, но, к сожалению, многим из прихожан больше нравится доверять устным источникам информации, нашим незабвенным бабушкам. И что примечательно, духовными чадами этих бабушек становятся люди образованные, интеллигентные. Значит, любовь наших людей к суевериям просто безграмотностью не объяснить. Здесь все гораздо сложнее. Так что же у нас в церкви религия, а что миф? И чем религия и миф отличаются друг от друга? Для человека характерно стремление к духовной жизни. Жажда богообщения есть у каждого, независимо от национальности, возраста или профессии. Но если человек лишен знания о богооткровенной религии, то его дух начинает работать в автономном режиме. И, естественно, религиозное чувство начинает синтезировать свою религию. Бог же не утесняет свободу. Но истинную религию придумать невозможно. Она дается непосредственно Богом, в откровении. В дохристианский период такой религией было ветхозаветное иудейство. Но суеверия, предрассудки встречались и там. Это постоянное стремление упасть выдало поклонство и другая крайность, часто осуждаемая Христом предания старцев. Евангелие от Марка, Евангелие от Матфея. Если человек лишен веры в истинного Бога, то во что бы он ни верил, он язычник, язычество пронизывает все сферы его жизни, его мировоззрения, особенно на уровне быта. Лишенное религиозной составляющей язычество трансформируется в идеологические и социальные формы. Вспомним, хотя бы советское время. Религии в обычном понимании этого слова не было, а культ остался. Вера в светлое будущее заменяла чаяние жизни будущего века. Язычество – это психология, это когда духовность подменяется душевностью, это и есть состояние души без Бога. Такое, как ни странно, часто можно наблюдать и в церковной ограде. Родная сестра язычества – магия, то есть стремление человека подчинить себе духовный мир, быть как Бог. Для мага радости мистического богообщения – пустой звук. Он ищет только достижения могущества повседневной жизни – на охоте, земледелии, в борьбе с врагами. Этот антагонизм оставался даже тогда, когда магия стала переплетаться с религией. Магизм ждет от неба только даров. Природу он хочет поработить, в человеческом общении он воцаряет насилие, племя и власть становятся над духом. Человек, сливаясь с родом, попадает под гипноз коллективных представлений. Таким образом, в основе магизма лежит принцип «ты мне, я тебе». Такое отношение к Богу зачастую можно наблюдать у наших современников. Помните пословицу «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Ох, как часто мы ведем себя именно так. А в католической церкви это вообще норма. Люди бегут в храм ставить самые толстые свечи, как будто Бог в них нуждается, в полной уверенности в том, что все проблемы в жизни происходят из-за того, что их испортил соседский колдун. С тем же успехом такие товарищи обращаются к всевозможным бабкам и экстрасенсам. Другая крайность – это когда ритуал является не религиозным, а чисто психологическим понятием, без глубокой духовной составляющей. Такие люди ходят в церковь поплакать. Приходилось видеть, как какая-нибудь дама после слезной молитвы и воздевания рук совершенно ничего не могла сказать на исповеди, аргументируя это тем, что у нее нет грехов. А когда я отказался ее причащать, все ее благочестие улетучилось, и на меня обрушился целый поток негодования. Для нее священник и церковные правила – ничто. Она пришла в храм потреблять благодать, ничего не давая взамен. Возвращаясь к теме свечного благочестия, не могу не заметить, что для многих людей элементарнейший акт возжигания свечей в храме является чуть ли не самым основным в их духовной жизни. Боже упаси, кого-нибудь передать свечку левой рукой или переставить ранее поставленные кем-нибудь свечи. Это моментально вызовет бурю гнева, и посягнувший на чужую свечу может быть даже обвинен в колдовстве. Многих прихожан надо просто купать во время водосвятного молебна. Слова «капля освящает море» не для них. Дескать, меня водой облили, теперь и здоровье будет, и грехи простятся. К сожалению, несвободны от суеверия и предрассудков некоторые представители духовенства. Так известно, что в некоторых селах существуют обычаи. Когда наступает время какой-нибудь односельчанки рожать, священник спешит в храм отверзать царские врата, кощунственно ассоциируя их с женским лоном, чтобы обеспечить удачные роды. Это так называемая подражательная магия. Так у колдунов вуду тряпичная или глиняная кукла ассоциируется с самим человеком, на которого распространяется вред нанесенной кукле. Бывают священники, которые запрещают прихожанам причащаться вдву на десятые праздники без особой мотивации. Все недостойны сегодня, забывая о том, что Евхаристия – центр христианской жизни. Перечислим еще некоторые суеверия и предрассудки, которые встречаются и в современной церкви. В списке церковных суеверий на особое место надо поставить герантомания, поиск старцев, а если быть точнее, вещенов и волхвов, которые удовлетворили бы жажду духовного рабства, взяв на себя заботу о чужом спасении. Тем более, что сейчас мы переживаем время очередного эсхатологического психоза и авторитет старцев, которые противопоставляют себя и свою доктрину церкви и ее учению. Сюда же можно отнести и технофобию, страх перед прогрессом. По мнению технофобов, компьютеры, банкоматы, сотовые телефоны и т.д. судьбе совщина. Старец, боязнь техники, отождествление и ННН с печатью антихриста обычно идут рука об руку. Ксенофобия – бой мнимо чужого и нового. Этот вид суеверия охватывает как мирян, так и духовенство. Ксенофобия, как правило, сочетается с разновидностью национализма, церковным национализмом, а также с невежеством. Вот примеры. Некоторые священники и монахи запрещают читать книги известных православных богословов, только под тем предлогом, что у этих богословов не русские фамилии. Керн, Мендорф, Блюм и т.д. Огромное недоумение у ксенофобов вызывает факт почитания православной церковью в лике святых некоторых римских пап. Некоторые священники даже стараются заменить слово «папа» словами «патриарх» или «епископ», как будто слово «папа» – ругательство, патриарх и епископ – эвфемизм. Таким образом, психология мелкого лавочника заменила у ксенофобов соборное кафолическое сознание. Некрофобия – боязнь покойников и того, что с ними связано. Множество суеверий и предрассудков связано с похоронами. Этот первобытный магический страх не имеет ничего общего с христианским отношением к смерти. Люди, занимающиеся колдовством, стараются заполучить воду, которую обмывали покойника, или тряпки, которыми связывали покойному руки и ноги. Помогут в их богопротивных занятиях. Не отстают от колдунов и родственники и друзья покойника. После поднятия гроба они переворачивают табуретки, на которых гроб стоял, сидениями вниз, чтобы никто из живых не сел на них. Вероятно, они считают, что эти табуретки способны нанести вред живым по принципу заразительной магии. Зеркала и другие отражающие поверхности в квартире завешивают материей. Но не для того, чтобы в день траура не прихорашиваться, а чтобы не увидеть в зеркале душу покойного. Наверное, по этой же причине оставляют возле портрета покойного и рюмку с куском хлеба. Таким образом, потустороннее бытие человеческой души видится некрофобом в узкоспериотолическом аспекте. Соседи покойного часто боятся нести венки, а принесшие землю в храм для заочного отпевания боятся потом эту землю заносить домой. Зато никто не боится превращать поминальный обет в языческую тризну с песнями, обильными возлияниями алкоголя. Уверен, что суеверия и предрассудка существуют намного больше, чем описано в данной статье. Впрочем, и этого достаточно, чтобы сделать неутешительный, но правильный вывод нам всем, священникам, православным педагогам, воцерковленным мирянам. Нужно помнить, что мы православные должны жить и действовать как миссионеры в языческой стране. Источник О сглазе, порче и прочих суевериях По благословению Агапита, архиепископа Могилев-Подольского и Шаргородского